Друзья мои, всем привет! Всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на канал Деревенский Дневник Очень Многодетной Мамы и канал Мать-Героиня. Мои хорошие, будем с вами обсуждать последние сводки с полей, я бы сказала, последние новости, да, которые касаются, конечно же, непосредственно поберухи. Сразу хочу сказать, ребята, мне нужна ваша помощь, очень нужна ваша помощь. Короче, выходит поберуха, выкладывает, друзья мои, шортс, да, шортс выложила у себя в телеграм-канале. Под названием «Приехала с проверкой к мужу на объект». Ну да, ребят, сразу хочу сказать, что я вчера Лёльке советовала, Лёля, езжай, езжай, всё правильно. Ну, она рассказывала о том, что вот, мол, муж не появляется дома по три дня, да, раз в три дня приезжает, так занят на работе, так занят на объекте, а я-то к нему, как примерная жена, езжу, вожу ему там еду, там всякое такое и так далее. Ну, друзья мои, я думаю, не только ради этого. Ездит ещё и как на случку, скорее всего, конечно. Конечно, наша, друзья мои, она такая, она без, без кекса жизни своей не представляет. Нужно ей там этого мужа кормить. Ага, как говорится, кто в эти сказочки поверит. Вы знаете, послушав Лёлькины словечки, я ей вчера ещё посоветовала. Правильно, Лёля, правильно, надо проверять Гришаню. А мало ли что там такое, знаете, происходит, да, ведь Гришаня был женат, когда он с Лёлькой замутил. Тоже ведь приехал к ней как работник, друзья мои, на стройку, ремонт делать и так далее. А вот как оно всё повернулось, раскрутилось, по пьяни, как говорится, закрутилось и не выберешься, да. Ну и здесь тоже может быть всякое, друзья мои. Теперь Лёлька носится, как коза-дереза, туда-сюда, туда-сюда, проверяя своего мужа. Вы знаете, что я хочу сказать? Собственно, включила я этот шорт, чтобы его послушать и тут же хочу обратиться к своим зрителям. Есть среди моих зрителей какие-нибудь переводчики, друзья мои? Я вообще не понимаю, что говорит вот этот вот муженёк Гришаня. Ребят, раньше у него зубов не было, он тоже там что-то нечленораздельное болтал, словно у него была каша во рту. Сейчас зюбы, зюбы появились, друзья мои, и тоже нихрена не понятно, как будто кое-что изо рта так и не вытащил. В общем, что там было, что там Гришаня говорил, честно, я два раза послушала, прослушала. Я ни черта не поняла, кроме того, что жена ездит к нему, привозит ему поесть. Ой, простите, покушать. Да-да, я забыла, что у Лёльки там все исключительно кушают. Вообще, кстати, у моих подопечных все только кушают. Никто из возраста детсадовцев так и не вышел. Все взрослые дядьки-тётьки исключительно только кушают и кушают, кушают и кушают. Я все жду, когда они уже есть начнут. В общем, ну да ладно. Друзья мои, ни черта не понятно, что там болтает Гриха. Ну, а Лёлька показывает, показывает. Мол, смотрите, сама стоит, пыхтит, ребят, прям, знаете, вот так вот стоит, пыхтит, пыхтит. И говорит, да, да, говорит, жена приехала мужа кормить. Вот, смотрите, вот такая тут у него красота. Ребят, ну я смотрю на этот объект. А что там, объясните мне, красивого? Особенно ванная комната. Вы знаете, ну, я опять же понимаю, что на вкус и цвет, как говорится, товарищей нет. Да, на вкус и цвет, понятное дело, что все мы разные. Но в любом случае, цветовая гамма оставляет желать лучшего. Все какое-то стремное. Понятное дело, что все еще не доделано, да? Там еще работы, непочатый край. Ну, чего говорить? Ой, посмотрите, какое все красивое. Наверняка Лёлька решила, друзья мои, прорекламировать своего Гришаню. Чтобы у него было как можно больше, больше объектов, больше работы. А это значит, чтобы в конце концов, когда-нибудь наступил тот самый для Лёльки счастливый момент, когда этот Гришаня будет и Лёлечку содержать. Не все же ей содержать этого товарища Гриху. Да. Смотрите, говорит, вот у него подоконник, весь, 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 там, значит, и термос, и все на свете. Ой, ой, давай, давай, говорит, быстрее ванную делай, чтобы можно было здесь мыться. Лёль, я так и не поняла. Ты что, собираешься Гриху здесь держать год, что ли, или два года? В общем, друзья мои, очень интересная ситуация. Гриша, кстати, по Лёлькиным словам приезжает домой раз в три дня. Да, да. А сама Лёлька, по ее же словам, моется тоже раз в три дня. В общем, очень интересная картина, друзья мои, вырисовывается. Ну, это ладно, как говорится, я бы сказала, это еще полбеды. Нам продемонстрировали, как Лёлька приехала к своему любимому показать, мол, смотрите, какая забота. Вы знаете, для меня это абсолютно нормально и в порядке вещей, да, особенно, если это все, у тебя есть машина под задницей, если действительно ты соскучилась по мужу, чего бы, собственно, и не приехать. А у меня, друзья мои, вопрос к Лёльке на засыпку, как всегда. Лёля, а дети с кем? А с кем, Варенька, мне просто интересно? Старшие дети у тебя в школе, младшие в детском саду. А с кем осталась Варюша? Чуть что, ой, я же не могу из дома уехать. Мы же не можем вдвоем, два родителя уехать из дома. Вот, пожалуйста, один родитель сейчас, значит, как раз-таки, да, делает объект, а вторая родительница взяла и уехала без Вари. С кем осталась Варя? Я, конечно, понимаю, что сейчас мне начнут писать, там, вот, Федя могла оставить и так далее, да, а может быть, это время, там, Саша из школы уже пришла, а может, вообще в школу не ходила. Но дело не в этом. Я к тому, что когда ей надо оставить на кого-то своих, в том числе и маленьких, при маленьких детей, она всегда эту возможность находит. Обратите внимание, с какой легкостью мама многочисленных детей, в том числе и маленького ребенка, которому еще даже восьми месяцев не исполнилось, может в любой момент сорваться, бросить свою мелкую дочурку и понестись за мужскими штанами. Эх, Лёлька, вот что действительно для тебя ценно, так это мужские штаны. Мы это уже прекрасно поняли. Ну, а я читаю, друзья, мои комментарии, комментарии под этим шортсом, и просто, вы знаете, волосы у меня встают дыбом. Как говорится, хорошо, что я в этот момент отсидела, да, а иначе можно было бы грохнуться в обморок от этого бреда, от этого воспаленного воображения Лёлькиной подписоты. Одна пишет, за каждым успешным мужчиной стоит умная женщина добра вам и обнял. Или обнял, что он там сделал, я так и не поняла, короче, не суть важна, друзья мои. За каждым успешным мужчиной. А мне интересно, а где здесь успешный мужчина? Это тот, который в сорок с лишним лет пришел и имеет за плечами только четверо детей? Да, друзья мои, это он успешный мужчина, который ездит на работу, да, на Лёлькином старом шаране. А что, у него своей машины нет? Не, мы видели вот этот вот Соболь, старый-старый, ржавый-ржавый, который, наверное, уже там разваливается давным-давно по частям. Под которым, наверное, который не столько ездит, друзья мои, сколько под ним надо валяться и его без конца ремонтировать, чтобы он иногда где-нибудь там проехался, да. Но в любом случае, если бы все было нормально, у Гриша не была бы хотя бы своя машина, какая-то нормальная, цивильная, приличная и так далее. Я смотрю, у него вообще ни черта нет. Зубы, друзья мои, и те вставила успешница Лёлька, да, которые на этот успех дали её же вот эти вот товарищи-обожатели-хомяки. Поэтому успешного мужчины я здесь вообще не вижу. И вообще я не могу понять, как можно считать чувака мужчиной, который садится на шею, многодетной женщине, у которой такое количество несовершеннолетних детей ему нисколько не стремно, да. И делать за её счёт зубы ему тоже не стремно. Да, понятно, это деньги хомяков, но в любом случае, она ведь смогла эти деньги потратить на себя, или в конце концов потратить их на своих детей. Умная женщина, ну да. Ума действительно палата. Ума Лёльке и правда, друзья мои, не занимать. Ну, а кто-то написал. Кто ж осудит? Жена мужа кормит. Это в лучших русских традициях. Молодец, Оля. Кто-то говорит, что притворяются, хайпуют. Но я лично вижу любовь и заботу. Эх, всё бы ничего. Вы знаете, я бы могла согласиться с этим комментарием, да. Да, действительно, всё в лучших наших традициях. Жена мужа кормит. Если бы не одно, вроде такое небольшое, но весьма значимое и весомое, друзья мои, но. Вы знаете, так и хочется сказать этой подписоте, этому Лёлькиному электорату, друзья мои, вот этих вот ведроголовых, пустоголовых, безголовых, тупоголовых. Слушайте, да пусть она сначала детей своих накормит, чучундры. Что вы там несёте, чем вы там бредите, что вы там курите, что вы там пьёте, что вы вообще не понимаете, здравого смысла нет в ваших словах и в ваших комментариях и в ваших высказываниях. Жена мужа кормит. А он что, инвалид, что ли? А у него что, рук нет? Если он там живёт три дня, да, там раз в три дня приезжает домой. Какие проблемы? Тим взял с собой, уезжает в этот день, взял с собой еды, там, грубо говоря, там на два дня. Ведь можно взять, да, что-то, то, что вообще там не портится и так далее. Взял, сходил в магазин, купил какие-нибудь там, господи, да что угодно, да, что-то там быстрого приготовления, да хоть бич-пакеты, да что угодно, хоть там картошку заварить, всё что угодно. Можно взять уже готовое купить, да, уже вообще абсолютно готовое, горячее и так далее. Сходил, пожалуйста, всё это купил. В гипермаркетах есть огромное отдело кулинарии, где всё продаётся на любой вкус и цвет, как говорится, и да, и всё нормальное, абсолютно. Нет, ребят, конечно же, надо бросить свою маленькую дочку, которой восьми месяцев нет, и срочно, срочно нестись кормить. Но только хомяки, хомячки могли поверить в то, что Лёлька неслась только ради того, чтобы запилить контентик и показать себя с хорошей стороны. Смотрите, я приехала покормить мужа, да, а то он инвалид, сам себя покормить не может. Да, приехала, потому что соскучилась по этому делу, потому что срочно мужичонку подавай, и плевать, и детей сразу нашла, кому пристроить. Да, друзья мои, вы знаете, я даже не удивлюсь, если она доеру Варю оставила, да, на доера оставила, на приходящего, как она говорит теперь у неё, приходящий доер, да, с неё, как говорится, останется. Вот и всё. Вот мне странно, когда хомяки не видят просто элементарных прописных истин и пишут вся кучу, уж молодец, мужа кормит. Так муж-то сам взрослый чувак, сам в состоянии себя покормить. К нему не надо для этого ехать, а затридевать земель для того, чтобы его кормить, да. Опять же, ты детям своим что-то приготовь, покормит она, покормит только тогда, когда какая-нибудь помощница придёт и еду какую-нибудь приготовит, только тогда она и покормит. Только, Лёль, в отличие от твоих мужиков, которые уже давным-давно самостоятельные, да, и взрослые, здоровые лбы, твои-то дети маленькие, такие как Варя, такие как Вероника, да, такие как Яков, сами себя уже покормить не могут, да. Ну, Яков, конечно, может себе в тарелку положить какую-нибудь еду, понятное дело, но приготовить-то он её не может себе, правильно? И у Лёльки много маленьких детей, и Матрона, и Настя, да, и, понятное дело, ну, вторая тройка игроков уже постарше, уже могут что-то даже себе там сообразить, как говорится. В общем, друзья мои, вот такие у меня последние новости, да. Поэтому я и сказала в начале ролика, что срочно нужна ваша помощь, потому что что там, что там нёс гриха, мне нужен переводчик. Я, если честно, ни черта не поняла этой серии, да, было очень интересно, но ничего не понятно. Ребят, вот такой получился обзор, пишите, что вы думаете по этому поводу, оставляйте свои комментарии. Всех целую, обнимаю, всем пока-пока, и, конечно же, до скорых новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok